Привет! Вы на канале Дети Звезд. Актера Льва Прыгунова называли советский Джеймс Бонд. Уж слишком удачно получалось у него играть либо криминальных авторитетов, либо сотрудников спецслужбы. Зрители хорошо знают его по фильмам «Сердце Боневура», «Рожденное революцией» и «Трактир на Пятницкой». Но карьера Правдолюба Прыгунова с его антисоветскими взглядами складывалась непросто. Трагедию судьба подбросила ему и в личной жизни. В конце 60-х годов артист женился на красавице Элеоноре Уманец. Интеллигентная и умная девушка работала тогда в МИД при американском посольстве. Так как ее избранник поддерживал диссидентские настроения и вообще с советским режимом не ладил, его занесли на Мосфильме в черный список, а Элеоноре предложили выбор – уволиться с работы или прекратить отношения с неблагонадежным женихом, но она выбрала любовь. При этом после свадьбы ее не уволили, посчитав очень ценным и волевым сотрудником. В мае 69-го года у пары родился сын Роман. Семейная жизнь была счастливой, но в 77-м все рухнуло в одночасье. Жена Льва погибла в Риге в автомобильной аварии. Как бы не было больно и тяжело актеру, но на руках остался восьмилетний Ромка. От съемок Лев не отказывался, чтобы зарабатывать на жизнь себе и сыну. Поначалу мать Прыгунова помогала воспитывать внука, но через два года и ее не стало. Тогда мальчика пришлось отдать в интернат. Как только выдавались выходные, отец спешил к Роману и забирал его домой. И каждый раз не мог сдержать слезы. Он видел в сыне Элеонору, и горечь потери накатывала с новой силой. Почти 10 лет после трагедии прошли, и сын уже был взрослым парнем, когда Лев Георгиевич вновь почувствовал себя счастливым мужчиной. Его вторая жена Оля на 16 лет младше. Она работала на Мосфильме помощником режиссера. Они вместе уже больше 30 лет. Совместных детей у пары нет, но Ольга смогла найти общий язык с Романом. Сын Прыгунова, как и папа, выбрал в жизни творческий путь. Он стал режиссером и снял такие известные фильмы, как Индиго, Духлис, Мелиард и Магомаев. А в сериал «Мертвое озеро» он даже пригласил отца на роль старика-шамана. Прыгунов признается, что ему очень нравится работать с сыном. В его фильмах артист соглашается даже на самые маленькие эпизоды. Что касается личной жизни, роман состоит в гражданском браке с моделью Анной Александровой, и у них растет дочь Сашенька. Пожелаем этой замечательной большой семье, всего самого наилучшего. А вы знали, что сын Льва Прыгунова стал таким знаменитым? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!